Я хочу прочитать вам это сочинение по двум причинам. Во-первых, здесь хорошо использованы прилагательные. А во-вторых, автор придала особое значение тому, что она видела и чувствовала. А это очень важно для любого сочинения. Замечательное погружение на глубину. Автор Лесли Бук. Лесли, может, ты сама нам его прочтешь? Ну, нифига себе. Я осторожно вхожу в этот дикий и прекрасно неизведанный подводный мир. Я плыву в тишине. Лишь мое дыхание нарушает это безмолвие. Надо мной нет ничего, кроме мерцающего света. Место, откуда я пришла и куда вернусь, когда закончу здесь. Я погружаюсь. Здесь безумно красиво. Я погружаюсь мимо подводных скал и темных водорослей. На самую глубину, где меня ждет стая серебряных рыбок. Рассекая водные просторы, я выпускаю наверх пузыри, похожие на маленьких медуз. Проверяю кислород. Времени не так много, чтобы увидеть все, что я хотела. Но я рада, что побывала здесь. Спасибо, Лесли. Сегодня в 7 вечера на 4 канале будет передача про подводного исследователя доктора Баба Балларда. Посмотрите эту передачу и напишите работу о том, что вы узнали. Лесли. А если кто-то не сможет посмотреть эту программу? Если вы предупредите родителей, что это задание, они вам разрешат. Ну, если у кого-то нет телевизора. Мой отец говорит, телевидение не разрушает мозг. Да твой отец ничего не понимает. Мы смотрим телек каждый день. Оно и видно. Что ж, Лесли, тогда тебе не нужно писать это сочинение. Можешь выбрать любую другую тему. Да, как живется в пещере. Довольно, мистер Хогар. Эй, Лесли, иди сюда. О чем ты будешь писать? О летучих мышах пещеры? Странная она какая-то. Откуда она взялась? Дурочка какая-то. Джесс, Джесс, взрослые девчонки ее убьют. Уходи оттуда за один ряд для восьмиклассников. Вот именно, соплячка. Проваливай. В дороге деревенщина. Редактор субтитров А.Семкин